Вера Зубарева Наша сегодняшняя прекрасная гость Говорит вам доброе утро У нее 8 утра Ради нашей с вами встречи Она уже с нами Вера, здравствуйте Да, мы уже начали зачитывать вопросы У нас не только приветствия Но уже и вопросы заранее появляются Которые у нас появились в чате Но на самом деле Вы ведь, мои дорогие, с Верой Зубри Вы уже встречались Когда у нас был круглый стол По журналам И Вера представляла свой прекрасный журнал Гостиная, который выходит уже достаточно Давно С 95-го года, правильно? Да, все верно Такой уже серьезный Совершенный срок Через два года будет большой юбилей Даже не верится Но сегодня я хотела пригласить Веру не как главного Редактора журнала Хотя мы, конечно, об этом скажем А именно как поэта Поэта замечательного Лиричного, тонкого И хотелось начать разговор С самой первой книги Во-первых, я не могу понять Почему она появилась Достаточно поздно А точнее тогда, когда вы Уже уехали в Пенсильванию И уже как бы находились Не на родном земле И вдруг тогда только появляется Ваша книга А ведь публикации в журналах У вас уже тогда были К этому времени В 87-м году, например, Прекрасная совершенно была Публикация О которой я немножечко Потом еще хочу прочесть вам Ну, я, понимаете Я считаю, что книга Появляется тогда Когда она должна появиться То есть это не поздно Не рано А вот именно в это время Значит, ей было суждено появиться На самом деле Она планировалась Ну, знаете, как человек Предполагает А Бог располагает Да? Она должна была появиться В Одессе Уже после того, как была Ахмадунина Написала предисловие на эту книгу Вот И она готовилась к выходу Но поскольку произошли Известные события То решено было все-таки уехать И когда это решение было принято Союз писателей в Одессе Отказался ее, естественно, публиковать Но понятно, по каким причинам Автор уезжает Все, тогда это еще было все В таком состоянии И поэтому, когда я приехала Если бы не о предисловиях Ахмадулиной Которой я уже чувствовала Что я должна, конечно Эта книга должна выйти Она так писала в этом предисловии И все То я бы, наверное, еще раз думала Потому что, когда Мигрируешь, переезжаешь в новое место Еще вообще совершенно новое На другую планету Конечно, издание книги Это не самое первое, что тебе приходит в голову Понимаете? Наверное, да Вот, поэтому все это И обусловило И еще, конечно же, постепенно рождались Какие-то стихи Которые должны были быть Там я вообще не чувствовала Даже когда я ездила Как Мадулиной И она написала Совершенно неожиданно Для меня это предисловие И не просила я ее не о чем Это было вообще То есть она меня как бы обязала Ты должна сделать книгу Но она еще, видимо, и книга была не готова То есть она готовилась Всему свое время Вот Это мы видим Можно я покажу одну фотографию А сама в это время Прочту слова Белла Ахатовна Которые она написала О ваших стихах Еще, по-моему, не в книге А еще вот в журнальной публикации В «Смене», где вы, кстати говоря Были признаны лучшим автором Сначала я увидела ее стихи Воображение соотнесло их с морем И с побережьем С бликами С хрупким чередованием блеска и тени Прихотливый, независимый И, несомненно, ранимый мир Открылся мне Явилась мысль о возможном обидчике Воздуха и моря Вот что писала Белла Ахмадулина В журнале «Смена» В 87-м году Собственно, тогда вы и были названы поэтом года Да, в этом же журнале В 87-м году Но, конечно, мне так кажется Что Белла Ахатовна пишет о Черном море, так? Или о каком? Конечно, конечно Только Черное море Она всегда, когда даже мы Потом уже ей звонила Она передавала тебе привет морю Поцелуете море Вот, она очень любила Черное море Она очень любила Одессу И абсолютно правдиво написала В предисловиях, что вот Одесса Это такое место для неё Всегда оно было таким необычным, священным Она его очень любила Поэтому именно Черному морю и Одессу Ну, я должна смотреть ещё на наш с вами чат Я, конечно, увлекаюсь беседой всегда Но всё-таки Центральная библиотека имени Леско Свердловский район Орловская область Здравствуйте, Елена Рада вас видеть Елена из Нижнего Новгорода пишет Что всегда читают стихи ваши на Фейсбуке И спрашивают, видите ли вы её Мы обязательно это уточним ещё Вера Хорват из Сербии Которая тоже переводила слово о полку Игореве О которой мы сегодня обязательно поговорим Тоже говорит, что всем добрый день из Сербии Лидия Григорьева рада приветствовать нас из Лондона И ждёт чтения стихов Лидия Николаевна, буквально немножко Я позволю себе ещё поговорить А поговорить вот о чём Смотрите, вы приезжаете И для того, чтобы себя прям вот сильно погрузить в язык То есть понятно, что параллельно вот вы вдруг книгу начинаете доделывать Которую они сделали дома То есть теперь уже в новом доме И вы начинаете сразу практически писать по-английски Да? То есть у вас появляется уже поэзия на английском языке Это такой способ изучения языка, погружения в него? Или это уже такая степень владения была? Понимаете, это одно и то же По-русски, по-английски Ну что вот, как пишутся стихи по-русски? Это способ изучения жизни или что? И вот точно так же было и с английским То есть это было абсолютно естественно Я вдруг стала слышать какие-то созвучия, какие-то вещи Я ничего специально не делала Ни в русской поэзии, ни в английской поэзии А вот так вот Просто это было натурально для меня Вот таким вот естественным образом Естественным образом даже не изучение языка Погружение во что-то новое, во что-то другое Я вообще люблю всё новое Я люблю погружаться Но при этом никогда не забывая о своих корнех Потому что в принципе Одессит своих корнех забыть не может И поскольку вы тоже очень-очень близко к нам Вы понимаете, что это такое Это море, это место Это всё сидит в тебе То есть ты можешь изучать всё, что угодно Но ты это каким-то образом усваиваешь Но на своей основе, на своей почве Которую ты никогда не отбрасываешь Которая только обогащается тем, что ты знаешь Вот это был ещё один способ, видимо, обогащения И никогда я не думала об этом специально Я сама удивлялась, когда что-то такое получалось Но это вот было естественно Как пошла по этому течению Ушла в другое немножко море И вот понесло оно А там уже где-то чёрное море Приветствую тебя И вот как-то оно начинало всё свариваться и сходиться Потому что нужно было почувствовать в этом что-то своё Ты не можешь себя чувствовать отчуждённым от этого Но надевать какую-то маску Надевать какие-то наряды Это совершенно не по мне То есть я должна быть, естественно, собой во всём И поэтому это внутреннее Это не внешнее Это какое-то внутреннее погружение И вот так меня это течение и вывело Вот поэтому что-то я и писала, да, по-английски Рассказы и всё в дальнейшем Ну, так Сейчас вы преподаете в Сен-Сильванском университете Можно ли рассказать об этом поподробнее О студентах И что вообще Как это, отличаются ли они от наших студентов Да, но я сейчас, в данный момент я не преподаю Я занимаюсь тем, что я пишу книги И это отнимает всё моё время Но, в принципе, вот PHD Пенсильванского университета Иногда я преподаю, иногда нет Это зависит от того, насколько у меня письменной работы много И на что я настроена, в данный момент я работаю над очень большой монографией по Пушкину И сейчас выйдет огромная статья о вопросах литературы по Борису Годунову В общем, так что вот этим занята жизнь А как, Лиля, это всё произошло, я приехала туда, но я приехала уже с публикацией Я приехала уже с каким-то словом большим от Белой Ахмадулиной То есть меня сразу на русской кафедре и приняли как человека, имеющего отношение к литературе И не самое, может быть, последнее И я тут же поступила в аспирантуру Аспирантура Пенсильванского университета Ты сразу поступаешь в аспирантуру и докторантуру То есть ты делаешь это, зависит уже всё от тебя Но поскольку мне надо всё было быстро, быстро, быстро это пройти Чтобы это не мешало какому-то творчеству И не задерживало, не зацикливало меня на каких-то вещах, которые мне вообще неинтересны То я всё сделала мастерскую, докторскую в течение трёх лет Это было совершенно быстро Да, это было, не бывало абсолютно Но для меня это было очень-очень Я вот хотела всё и сделала Закончила это, у нас называется Distinguished Student То есть, ну по-русски это звучит ужасно, нескромно Выдающийся студент Ну какой выдающийся студент, может быть, вообще выдающимся Но так я закончила, значит, вот с таким вот в дипломе Distinguished Student И очень быстро, и все были очень рады Потому что у нас в аспиранторе люди любят посидеть Они сидят, ну мы говорим о американцах, конечно Ну и о других, которые при... Я, по-моему, единственная, кто выскочила замуж Я имею в виду, вышла из этой школы за три года А вот все остальные очень любят Потому что тебе платят стипендию Ты не платишь за образование Поскольку ты находишься уже на PHD, то есть на самой высшей степени Только если ты заканчиваешь нижнюю степень, как мастерс декрет Тогда ты платишь за свое образование Но не все этого хотят Люди бизнес, они хотят скорее получить мастерс и идти работать и получать деньги, зарабатывать Да, мы силологи, ну что, понятно И поэтому люди сидят хорошо, обзаводятся с семьями, детьми Но все, 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 это не для меня У меня слишком много всего Все, за три года закончили, все сделали прекрасно И я согласилась на почасовую работу Потому что меня не устраивал режим постоянный Мне нужно было время всегда и нужно сейчас Я сама знаю, когда мне уйти, когда мне прийти То есть я сама по себе в этом плане У меня внутренний такой есть режим И он мне внутренний или внешний, но который мне диктует Так, все, все остановились здесь, пошли в другую сторону Ну, вот так оно и происходит Литература, видение, поэзия, фроза, английский, русский, журнал, все вместе Я хотела спросить, а как вы все это успеваете? Как-то очень много всего Я сейчас, например, просто с трудом иногда собираю все-все-все эти деятельности Так, чтобы что-то успевать Мне кажется, что у вас больше часов в сутках Как это так? Как вы успеваете? Ну, я могу сказать, дисциплина для меня это номер один Я очень дисциплинированный человек У меня все расписано Я вот утром просыпаюсь в 4 утра Я должна еще пройти Я сегодня делаю то-то-то-то-то То есть у меня абсолютно И я не... Да, когда я начинаю писать Да, вот тогда вот уже может быть вот это вот промедление Я уже знаю о чем Это литература видения касается Поэзии вообще ты мало знаешь о чем Но литература видения Вот при тем, да, я уже знаю эту идею Нет, я еще там не прочла И это, конечно, начинает замедлять И ты не можешь себя расписать Это все точно как будто бы в какой-то программе Но общий план у меня есть Что сегодня я занимаюсь этим Вот сегодня я с вами Значит, а до того у меня было то и то и то А после этого у меня уже то и то и то И я четко этого придерживаюсь Не потому что я себя заставляю Потому что я иначе не могу Друзья мои, так здорово, что мы поймали Веру С самого раннего утра Она еще ничего не успела другое начать И мы ее тут же раз и забрали ее время для себя Я очень рада, действительно, что вы нашли для нас это время Но что я хочу сказать Что нам еще привет из Бельгии от Александра Мельника Нам пишет Геннадий Калашников Приветствует нас, дорогие Юлии И Вера ей тоже торопит Меня хватит разговаривать, жду стихов Ну, может быть, действительно мы перейдем к стихам Раз нас все так поторапливают и подталкивают Как вам будет удобнее? Я бы с удовольствием сначала Ну, может быть, для создания настроения Включила один из клипов Если вы не против Дерево колышется зеленым куполом Середина дня Приманка для зноя Пчел, стрекоз Слегка уже обугленных Под ветвями его Испарение покоя Ладана Сладко подгнившего клевера Дупло на стволе его С ликом белки Взята в рамку вьюнка Дерево смотрит медленно Сквозь трещины веки Яблоко падает Раскачиваясь и колеблясь В нем падение созрело Трубка Ньютона Диктует ему вековую ересь Что у него и пиранье весомого Одно и то же роковое ускорение Падают оковы, бутерброды и нравы В дерзком споре яблоко и гения В котором оба по-своему правы И рождается формула На грани бреда Вопреки представлениям О свободе воли О здравом смысле Лишь тело Архимеда Колышется на поверхности Мировой ее доли И падает Жизнь закончив С отличием Божья коровка По строгой формуле И колесико-винтик И каждый кирпичик О котором отдельно Б никогда и не вспомнили И только я Неправильно падаю Раздвигая ветвей Вздыхающий занавес Надивая дерево Что языческой статуе Мнилась коровке По кота Раздваиваясь В челюстях птицу Думала Как плохо Все устроено И птица падает Подчиняясь закону Того же молоха И крыло от коровки Машет из сада ей Я падаю с третьего Пятого Первого Но кто же так падает То ниже То выше Опять все не так Прости меня Дерево Да что же со мною Это Летишь ты Все совпало И Норштейн И Бах И конечно Замечательное стихотворение Спасибо большое Прекрасно Теперь почитайте Пожалуйста Сами Знаете Давайте так Если можно Конечно Потому что стихи Рождаются Ну сами знаете С какого сора Вот И конечно Мне кажется Что естественнее В разговоре К ним и подходить Вот мы говорили Например Об иммиграции Да Вот как тяжело Это было Или как просто Это было Это было Понимаете Все равно Что Прощаешься с детством Вот не с юностью Не с отрочетством А именно С детством Потому что Жизнь в Одессе Так как я ее Видела Представляла И жила Это какое-то Для меня Было вообще Нескончаемое Детство Это и отец Это и все родные Мама Море Друзья То есть ты находишься Вот такой вот ребенок Все весело Все замечательно Все хорошо Город шутки Город грусти Город лирики И вдруг ты начинаешь Постепенно Пересаживаться На другую почву Почему я говорю Постепенно Потому что я родилась В старой Одессе То есть В Одессе Где были Дворики Это любимое место Одессы Я вообще считаю Что Одессы Не может быть Без двориков Вот эта вся Одесса Которая центральная Это Одесса двориков И вот когда мама Уже и жили мы Но называлось Это малокоммунальной Квартирой Но для меня Эти соседи Это были Мои дедушка И бабушка Я никогда Не забуду Как Фукочка Так я его называла Его звали Исай Семенович Как он приходит Домой В первом классе Повел меня В школу И говорит Нет Ну вы себе представляете Я прихожу За ней А меня спрашивает Учительница А вот кто А Верочка Выбегает И отвечает А это мой Приемный дедушка Приемный дедушка И у нас была Такая любовь С ними Это были Действительные И когда уже Годы спустя Он умирал Мы уже тогда Переехали на новую квартиру Я пришла И сестра Его покойной жены Она мне сказала Верочка Вот он Лежит Он никого не узнает И не волнуйся Но он просто Никого не узнает Я была единственным Человеком Которого он узнал Он помахал мне Вот он За перегородочкой Его держали Потому что он спал На диванчике У него кроватки Не было Такой нормальной Он был всегда Человек очень энергичный И он помахал мне рукой И он мне сказал Мое детское имя Он меня называл Тюпа Тюпа Вот такие вот отношения Тюпа Вот так он меня назвал Тюпа Почему Я не знаю Почему его назвала Фукочка Я тоже не знаю То есть я хочу сказать Что вот такие отношения Двор Соседи Вот все это вместе И моя первая иммиграция Была тяжеленная Это когда мама получила Квартиру Которую мы все Она так обрадовалась В другой части На черемушках Вот туда Тогда мы переехали В эти типовые дома Ну конечно Это был Вообще роскошная была квартира По тем временам Трехкомнатная Все замечательно Но для меня Это была иммиграция Я попала в какой-то другой мир Я его не знаю Где мой дворик И только спасала то Что я могла Каждое утро На троллейбусе Ехать в свою школу Там это все было И я опять бродила По этим улицам А мы опять собирались С друзьями Это было тяжелейшее время Второе Когда уже родители развелись И все равно они были вместе Но развелись в смысле Вместе мы были Там папа жил отдельно И переехали вообще в другое место Поселок Атовского Ну какое поселок Атовского Имеет отношение к Одессе И это была вторая иммиграция из Одессы Это было сначала тяжело Но потом оказалось Что все соседи вокруг тебя Так же как и на черемушках Такие же одесситы Те же бабушки сидят Тот же дворик вокруг себя Все это организовывается Легче А потом наступает Уже вот эта иммиграция Когда город становится умылым Непохожим на себя Когда друзья распадаются Разлетаются Все И вот эта вот ночь Когда ты ожидаешь Что придет сейчас автобус Ты сидишь в своей пустой квартире У нас прекрасно Мы дружили И со всеми друзьями Кому мы могли что-то дать Кто попросил что-то И захотел взять на память Мы это отдавали Приехала актриса Елена Куклова С которой мы и по сей день дружны Она мне просто Как моя вторая сценическая мамочка Вот Ну почему пока не буду говорить Неважно И вот она приехала Так она говорит Я вот это вот все Вот эти вот все полочки Книжечки Которые Я взяла много книг Потом папа привез То вот это вот я беру Ты когда приедешь в Одессу Мы поедем к тебе на дать Ко мне на дачку И ты будешь там сидеть В своем гресле И ты будешь все вспоминать И так оно И было И приехала я И на ее дачке И со своим диванчиком И все И это было совершенно прекрасно И вот в это время Тяжеленное Когда вот это ночь И ты ждешь этот автобус И тут приезжает папа Чтобы с тобой попрощаться Мама поехала со мной Но они были в разводе Она с сыном вторым мужем Приезжает папа Мы сидим на кухне И я вижу Что он плачет И я плачу А папа у меня Капитан дальнего плавания Моряк Прошедший войну Вообще человек Необычайной судьбы Но за год Через год Он был уже со мной Но этот год невообразимый Но это прощание Просто невыносимое Вот Ну и конечно Уже в этом состоянии Все равно Когда уже все это Немножко прижилось В Италии Мы были два месяца Одесса Одесса Она спасала Где загорали вы? В Италии На склоне года В ноябре В предместье Рима В той дыре Что и названия Не слыхали вы Что и на карте Не соскали вы В такой невиданной Мечталии Я загорала В ноябре Сияли глянцами Магнолии Все было так Как говорю И тосковала я Не более Чем принято В сием краю И восхищалась я В Италии На этом самом берегу Я ли чутилась Я ли Я ли я И плыл Обернутый фольгу Кусочек жизни В поднебесье Туда Где нет уже тепла Где я была Где быть Могла К далекой Дорогой К Одессе Ну вот Прекрасно Ну и видите В том клипе Который У меня Вот тут второй есть Там тоже я слышу Все эти Вот эти же дворики Появляются Может быть мы его тоже Тогда послушаем Потому что мне кажется Он очень подходит Вот к этому разговору А еще я вспомнила Что моя подруга Когда ездила в Одессу Я очень давно там была А она попозже И она знала Что я люблю Тоже этот город очень Она привезла мне Такую консервную банку Закрытую И на ней написано Волшебный воздух Одессы Да 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 Дома у меня есть Такая консервная банка За консервированным воздухом Одессы И конечно Вот таким воздухом Пропитаны И все ваши стихи Давайте Попробую послушать Какой там сон Когда стихи идут Спешат Торопят Не дают от срочки Отрезанный ломоть Все там едут Прорвало дамбу Строчки 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 Идут стихи А может не стихи А может звезды Падают в копилку А может рыб Роятся косяки Тех Что у Бога Только на посылках Рожденные Созвездия рыбарей Они несутся Из морей небесных А я ловлю их Из своих морей Между Омегой Альфой И Одиссой Где обитает тихий ветер И сны встречаются тайком Где жизнь Рифмуется со смертью Пчела рифмуется с цветком Звезда с душой И перекресток Со сретенем календарей Где дома солнечная блестка И розы пенятся морей Где шторм взбивает их перины Там город в створке Притча-притч Срифмованы судьбою с ним мы И даже в лютую годину Нас не удастся Нас не удастся разлучить Помнишь, луна на трубу усветила Помнишь, домой загоняли всех силы В самый разгар болтовни и беготни Помнишь, куда улетели те дни Как же не помните Помню, конечно В темный скворечник На ветке черешни Что пустовал по весне без скворца В нем только ветер гудел без конца Помню и лето И все эти сказки Темное море в лунной окраске Кто-то кого-то звал из окна Все разошлись Я осталась одна Где-то уже на другом побережье С новой жизнью С памятью прежней Будто скворец, что тогда улетел Будто скворечник, что все еще цел Да здравствует город, в котором есть дворики Чьи стены на ощупь, как раковин створки Где окна и двери и жизнь На распашку Не та, что как зебра А та, как тельняшка Да здравствует город Всевышним отмеченный Да здравствует город И утром, и вечером, и темною ночью И звездной ночью Да здравствует город Любви-средоточья Хранитель истории Вкусных рецептов дворов Со всемирно известным акцентом С накрытым столом для друзей и соседей С лозой Над тарелками жоры и феди Чьи тосты от сердца Без ложной риторики Да здравствует город, в котором есть дворики Да здравствует город, в котором есть дворики Вот это я сразу вспомнила, когда вы стали рассказывать про Одессу Конечно Да здравствует город, в котором есть дворики Удивительное дело, когда я читаю ваши стихи Причем, ну, как по хронологии Написаны не так давно Я вижу, что, точнее я не вижу какой-то границы отстраненности Очень часто так бывает Когда люди уезжают и теряют вот эту непосредственную связь Ну, какую связь? Просто погружение в свой язык Ежедневное, естественное Переезжая, они начинают иначе писать У них появляется другая интонация Да я бы даже сказала, исчезает какая-то своя интонация В ваших стихах, безусловно, этого не произошло К счастью То есть у вас остается вот эта ваша интонация Которая меняется, нарастает, обогащается Но это, безусловно, стихи русского человека Ну, русского, пишущего, русского литератора Вот как быть далеко от дома Ну, вот это ощущение дома, дворика В себе оставить Как остаться островком, двориком своей культуры Как ее не растерять Совсем в других, находясь в условиях Как вам это удается? Знаете, в Одессе любят отвечать вопросом на вопрос А как вообще можно растерять в себе все это? Ну, по-разному бывает Но мы это наблюдаем очень часто Ну вот, видите, это очень интересно Потому что для меня это так же все необычно Вот как это можно растерять И, ну, поскольку я, как вы знаете, еще в эпостасе и литературоведа Вот у Веселовского, у Александра Веселовского У него такое вот замечательное было Даже замечание, которое сегодня стало концепцией Что как происходит адаптация на встречном течении Только на встречном течении То есть если у тебя и у этого встречного чего-то Есть какие-то общие ноточки Если есть какая-то общая волна Ты начинаешь это воспринимать Но ты начинаешь это адаптировать Исходя из того, кто ты И вот тогда получается литература Он писал о литературе Тогда и литература получается на встречном течении натуральная А не подражание Вот подражание – это когда нет встречного течения Когда ты просто как революционер от всего этого отходишь А ты вот это хочешь Значит, это не было глубоко в тебе Вот в чем дело Глубоко это в тебе не было А если оно есть То ты на этой основе начинаешь воспринимать Это обогащает тебя с многих разных сторон Давайте вот расскажу я вам Такой интересный случай Опять-таки связанный с миграцией С первыми уже шагами в Америке Потому что после прекрасной вот Италии Замечательной вдруг я очутилась в Филадельфии И нам там сняли знакомую, значит, половину дома Это называется четвертошку, да, дуплекс Вот, и, боже мой, это совершенно не походило Ни на Одессу, ни на Европу Ни на типовую Одессу Это было что-то такое, в чем было Ну вообще непонятно, как находиться и как жить Вот что я делаю в это время В это время я сижу и пишу такой рассказ Который называется Шелковица Потому что шелковицы Как раз именно в Филадельфии нет Потому что шелковица Это было то дерево, которое росло В моем дворе Оно было в моем детстве Шелковица Шелковица А тут у нас еще такой небольшой сад Перед домом И там ничего вообще не растет Кроме травы, которую надо Ну не потому что там так плохо Ну там трава, которую нужно косить Все очень прагматично Америка Какие там деревья могут Пока быть не надо, никаких деревьев И вот я пишу этот рассказ Шелковица Вспоминаю Шелковицу Как ее погубил противный Никипар Он ее заливал там каким-то Потому что ему мухи мешали Она там до моего второго этажа дорастала Я, кстати, писала вот в этой книге Прорекламирую даже Он получил много Ангел на ветке рассказ И пишу И тут у нас начинает расти Какой-то прутик в саду А мой муж Ну он сам, значит, косил там эту траву Потому что Ну не хотелось платить кому-то деньги Денег и так не было Я ему говорю Только прутик не выдирай Говорю, ну как прутик? Кому нужен этот прутик? И пытается его выдать Не выдирается А рассказ пишется А прутик не выдирается Я говорю, зачем прутик-то выдирать? Рассказ пишу Ну ладно, раз рассказ пишешь Пускай прутик растет Этот прутик вырос в шелковице В дерево, которое в округе его не существовало Да что вы! Вот, показываю Вот мы приезжаем специально навестить эту шелковицу Посмотрите, это наш выживый Ничего себе! На дом ель стоит А вот это наша шелковица И она дала плоды И она давала и мухи, плоды И всего чего ты только не хочешь Вот что значит Нести в себе Я думала И думаю Внутреннее вот это вот Оно сильнее Вот этот вот образ Переехали мы на новую Уже сняли Мы уже купили себе там Дом, который немножко там другой И все Вот И опять-таки Вот таска взяла Вот в моем дворе в Одесском Там виноградные лозы Вы знаете, двор был вообще замечательный Но он отличался еще от всех других дворов Этими виноградными лозами Я помню, что я когда мужа уже потом привела в этот двор Мы туда пришли Они вот так вот вились И сосед говорит Он меня не узнал Я его узнала Потому что я была такая девочка маленькая Он был молодым таким человеком Он сидит и говорит Ой, как жалко, что вы не пришли Буквально неделю назад И я только подрезал Такие лозы тут прям до земли свисали Такой был замечательный двор Я в тоске по этому опять Ну, шелковица уже вырастила Все хорошо Вот эти вот лозы виноградные И вдруг У вас начнут расти виноград? У меня начинают пробиваться какие-то лозы А я вообще Я не садовод Я в этом не понимаю Я просто мечтаю Соседка рядом Она садовница Она мне говорит Она говорит Слушай, а что это у тебя такое тут ты посадила? Я говорю Я вообще ничего не сажала Она говорит, как я тут живу 30 лет Она говорит Или ско 40 И тут, во-первых, ничего не растет Во-вторых, я тебе скажу Как человек, связанная Американка с садоводством Что такое только нужно посадить Что ты мне рассказываешь? Она даже обидела Что я от нее скрываю Какие-то семена не даю Говорю, да нет Ну вот честно Она говорит, знаешь Это виноградная лоза у тебя растет Я просто обалдела И вот я хочу показать Вот это Значит, где дом в Одессе А где, вы видите Они абсолютно генетичны Право у нас Одесса А слева заплетенная виноградом Филадельфия Вот это да Вот и после этого, конечно, уже Уже наконец мой муж Который он все-таки больше Такого ученого типа человек И он Ну не верит во все эти вещи Но он уже как-то осторожнее со мной Поосторожнее со мной И тут, понимаете, вот случилась Третью вещь еще расскажу Необычную Вот что как-то вот происходит Это уже не так связано Вот с тем, что я сейчас рассказала Но тоже вот такое необычное Но, к сожалению, в 99-м году Умер мой папочка Которого я сумела все-таки вытащить Через год после того Из Одессы И мы были вместе И вот в 99-м году он умирает И такая грусть И тоска И мы еще переехали в этот новый дом И папа, он так мечтал Он говорит Вот я тут на балкончике спать буду Вот у меня все время Вот это вот в голове И мне мешает Хочу посмотреть в окно Мне мешает Там, знаете, вот они наклеивают Такой вот как стикер Что вот у тебя пожарная охрана А этой охране уже там 300 лет Этому вот этой наклеечке И вообще мешает Я пытаюсь содрать И ничего не получается Меня это все нервирует Вдруг войдет в прекрасный день Вечер Я смотрю на эту наклеечку И вдруг я просто не могу понять Или со мной что-то не то Или что-то не то с этой наклеечкой Я вызываю своего мужа И говорю Посмотри, что это Посмотри Он говорит Ну-ка, наклейка, от которой ты хотела избавиться Я говорю, не, нет Ты посмотри на лицо И он обалдевает Это мой папа Это мой папа Вот, посмотрите Вот это пожарник На наклейке Это мой папа Да, похоже, очень похоже Конечно Конечно Вот такие вот вещи чудесные С нами происходят Если внутренние Я не знаю Вот эту наклейку Никак не могу объяснить Но все остальное Трудно объясняется Но все С вашими садами Тут у нас есть Некоторые предположения Может быть Это посадил ваш тайный поклонник Пишет наша слушательница Ну, как он мог угадать Сначала шелковицу именно А потом именно виноград Который Я просто Просто могу сказать Что Может для меня он бы и был тайным Но мой муж сразу бы нашел его И никаким бы тайным он не был Но мой муж, тем более, он не сажает никаких То есть даже сам он не мог быть тем тайным поклонником Удивительная история Действительно говорят о том, что слово материально И правильно тут тоже пишет наша слушательница И зрительница Что стихи и рассказы материальные Ну, правда, то, что мы пишем Иногда забывается Но тут уж у вас прям совсем Такое воплощение Очень реальное Да Я хотела попросить вас рассказать О проекте «Безрубежье» Мне очень понравился сам термин Мы так привыкли говорить Русское зарубежье Но все равно этот термин Как бы нас отсоединял Мы сразу бросим Русское зарубежье Один здесь, другой там А вот это слово «Безрубежье» Мне так понравилось И что это за проект? Расскажите, пожалуйста Ничего особенного на самом деле нет Но есть вот это слово Которое, знаете, когда я Столько авторов приходит в гостиную Стольких людей я знаю Я связана и с Одессой, и с Москвой И с разными уголками России Я смотрю, никакое в принципе Все люди работают в русской литературе Какая-то такая У каждого своё, конечно У каждого своё понимание Но какое же это за рубежь? Я понимаю, что мы бы чётко отличались В зарубежье от того, что происходит В других местах Но то, что в Израиле и у нас И в Германии русские И там, и сям Какое же это за? Это не за Это всё вместе Опять-таки всё идёт от внутреннего У меня это слово просто родилось Я просто случайно сказала Вместо зарубежья Вот так, как я думала, безрубежье Вдруг я думала О, я оговорилась Я не помню, с кем-то я говорила Нет, да я не оговорилась Конечно, это русское безрубежье И всё И всё, все флаги в гости едут к нам То есть, пожалуйста Вот такой проект был И в его основе стало И у вас есть Литвет? Это у вас Литвет? Нет? Да Это у нас Литвет Это у вас Литвет Это у всех Литвет Понимаете? То есть Литвет входит туда И гостиная входит туда И бюллетень Орлиты Сначала это было Орлиты, это было объединение Русских литераторов Америки Но потом уже у нас включились Все литераторы Уже это стало безрубежье То есть мы там иногда Публикуем какие-то новости Какое-то ещё что-то Что не подходит для гостиной Но подходит для такого бюллетеня То есть вот так вот Вот весь этот проект Под этой гидой Там мы устраивали Чтение Когда ещё до ковидной Все эти вещи были В библиотеке Елена Литинская Которая заместитель мой И которая по просьб В журнале гостиная Замечательная Просто Лина Она вела все эти вот Чтения поэтические Не только поэтические В библиотеке Где она работала То есть всё это вместе Начинало превращаться Вот ничего громкого Вообще Америка Это такая страна Она не громкая В смысле Ты живёшь своей какой-то жизнью Которой ты хочешь жить Это мне дворик напоминает В чём-то Вот здесь вот Как на встречном течении Вот где произошло Это встречное течение Это в образе жизни Потому что Вот Я у меня как-то ближе Вот это вот всё И вот это тоже Такой типо дворик Вот это вот наше Приходи к нам Пожалуйста Вот мы будем И всё это постепенно Так и образовалось Русское безрубежье Такое правило Замечательно Когда Вера говорит Люди, которые приходили В гостиную Она имеет в виду Не гостей своего дома Которые приходили к ней В гостиную Авторы, которые приходили в журнал Гостиная О котором мы в самом начале Уже говорили Это журнал, который Очень давно существует С 95-го года Уже скоро будет Ну, полтора года И будет большой-большой юбилей Журнал, который печатает Авторов, пишущих на русском языке Из безрубежья То есть эти авторы Отовсюду Когда я говорила Что у меня будет встреча С Верой Зубаревой Все Ну, из всех стран Говорили О, да Я знаю Там, я опечатался Или ещё кто-то Или ещё кто-то Расскажите, Вера, пожалуйста Про журнал Журнал возник Раньше, чем в 95-м году Я как раз была Студенткой Пенсильванского университета Познакомилась там С профессором Из Москвы Который Эмигрировал В Штаты Гораздо Раньше нас Там, по-моему В какие-то 70-е годы Арон Катинелинбоген И вот с которым Мы очень сдружились С которым я вместе Преподавала И потом уже После его смерти Продолжала преподавать Искусство принятия решений На примере литературы То есть это было Это то, что я преподавала И вот с ним у нас были Очень интересные беседы По поводу многих И разных вещей И мы решили Ну, почему бы не создать Вот такой вот журнал И вокруг этих тем Посмотреть, что поэты пишут Не специально тематически Укладывая Ища какие-то вещи Которые бы Именно тематику Нашу раскрывали А вот не подозревая О том, что они пишут Вот так же И в этом русле Может быть Вот мы сможем Собрать как-то журнал И вот в первый раз Это и получилось Мы это сделали 95-й год Мы нашли Прекрасного художника Я показывала Просто собой У меня сейчас здесь нет Это первая обложка Замечательная Александра Ануфриев Тоже одессит Известных Да, мы видели эту обложку Когда мы разговаривали О журналах Очень-очень Изысканно Я бы сказала Учился такой Спасибо Да, очень-очень Здорово нам сделано Потом мы решили Что все-таки Толстый журнал Он должен иметь Какую-то одну обложку И чтобы уже Каждый раз Он имеет свою обложку Сетевую Но, конечно Когда мы раз в году Собираем Произведения Которые бы мы хотели Просто в бумаге Можем опубликовать То мы это делаем Ну и все Журнал «Гостиная» Он так и остался Тематическим журналом В том смысле Что не мы придумываем Заранее Наддумываем Какую-то тему А вот мы получаем Произведения Которые нам нравятся Мы их отбираем А потом смотрим А что же внутреннего Между ними Какая внутренняя связь У них происходит И вот уже отсюда Начинается движение Вот как нам назвать Под какой агидой Это все собрать То есть вот такой ход От обратного От того что нам дает Вот как мы это можем Переосмыслить Вот такой журнал У нас в редакции Значит Марина Кудимова И Финбершин По поэзии Очень строгие Судьи наши Вот очень строгая Елена Литинская По прозе Елена Всеврюгина Она дает нам Очень много поэтов И про зайков Мы смотрим и следим Тоже выбираем Что-то оттуда И она также Он пишет Замечательные рецензии Я бы сказала Даже эссистику И критику Просто всегда рада Если она что-то Может нам дать Для гостиной Она безумно занята Всем Но она является Редактором И по рецензиям тоже То есть И у нас конечно Новый Это Влад Китик Который представляет Одесскую страницу И в этом новом В новой гостиной Которая только Сегодня или вчера Вышла Значит у нас Одесская страница Цветет Цветет Мы отобрали только часть Остальную часть Оставляем на Пушкинский выпуск Который будет летом Замечательно Я счастлива Что одесситы Они не теряют Своего духа Своего творческого настроя Это очень и очень важно Для Одессы Значит Одесса жива Значит дух Одессы живет Все вернулись к Одессе Да-да Я вот хотела сказать Что все наши разговоры Несмотря на то Где вы находитесь Несмотря на то О чем мы разговариваем Возвращаются к Одессе Возвращаются к своим Это как бы город мира Понимаете Вот как Город мира Вот такой вот город В нем все В нем все языки Все национальности И вероисповедания И вот это вот Общее отношение Друг к другу Просто Это город мира Он построен Так он задуман Так в нем Это аура И ты в нем рождаешься Или ты в него Просто приходишь В этот город И он тебя каким-то образом На встречном течении И начинает перекраивать Пере что-то Пере это И вот тебе одессит Ну да Национальность одессит Национальность Да Абсолютно Поэтому я говорю Когда хотят Говорят Вот город Хотят насадить И насаждают Тем и тем и тем Да Это в каком-то смысле Геноцид Желание его Но ничего не получится И не получается Потому что не получается Вот Одесса Такое волшебное место Вот кто туда Попадет Вот тот там И преобразуется На вот этом Встречном течении Вот так я верю Ну пусть так и будет Вера Я хочу еще раз Попросить вас Почитать Потому что Разговаривать с вами Очень интересно Мы можем бесконечно Беседовать Нам сегодня с вами повезло У нас прекрасный Собеседник Но Кроме этого Она еще и прекрасный поэт Поэтому конечно Мы будем просить Почитать еще Вот я не знаю Только что Почитать Вот у меня есть Знаете Я много говорила О литературоведении Кстати говоря Я с Ахмадулиной Как познакомилась Как литературовед Прежде всего Я была там На каком курсе В начале первого Что ли Когда я прочитала Ее стихи И мне Не как поэту А как литературоведу Мне захотелось Понять Мне захотелось Вообще ее увидеть Потому что Я поняла Что то что она пишет Она не придумывает Какие-то там Приемчики Словеса складывает А мне даже Хотелось На нее Посмотреть Вот как Она совмещается Внутренне Со своими стихами Совместилась Великолепно И как я с ней Познакомилась Я просто Нашла Книжку Я не люблю Когда меня с кем Познакомят Тем более Когда это касается Каких-то величин Ну вы знаете Одесская Вот эта вот Свобода Она дает Совершенно Ну не люблю Я вот этого Вот всего Короче говоря Я нашла ее Просто в телефонной Книжечке Ее номер И думаю Позвоню Позвонила Ее голос Боже мой Что же я собираюсь Ей говорить У меня уже Все У меня уже Все из головы Вылетело А что собственно Я собираюсь говорить Ну я вас слушаю И вот каким-то Таким странным И необычным образом Завязался Какой-то разговор И она Откуда вы Из Одессы Ой Одесса И все И вдруг она у меня Говорит Приезжайте Верочка Приезжайте Я говорю Да Чудо Это чудо Очередное Через три дня Я уже приехала Я уже была там Все Я говорю Мужа слушай Так все Билетики Мы едем в Москву Как Какую Москву Куда Как мы дули Как мы дули Все Я приехала Звоню Это значит Я Она говорит Вы А что я вам там Обещала Я говорю Вы ничего не обещали Вы просто согласились Со мной встретиться Я пришла На нее действительно Посмотреть Как она И что И все И вот так вот Потом вдруг Вдруг Ну конечно Какие-то стихи взяла Но не то что Там вот Берите Читайте Мои стишки Нет Что Все спокойно Стол накрыла Чай поставила Верочка Она говорит Наверное Стихи тоже пишет Я говорю Наверное Ну так может быть Он что-то прочитается Ну я стала читать И все И она мне сказала Две вещи Вот И одна из них была Что Это удивительно Но вы ни на кого Не похожа И я еще даже Да Я еще в то время Не оценила И вот Ну оставьте Оставьте Это все у меня Я думаю Ничего себе Я же там Все и то и то Короче говоря А одна из поэм Которые я ей прочитала Она именно базировалась На желании Вот такого Понимания Того что она делает Она базировалась На ее поэме Это очень интересно Род занятий А я написала Свою Которая называется Лунный путь В которой я говорила Ну да Луна Рознь Луне Луна И я тебя тоже С тобой рознь Я не такая Ну в общем Там вот такое вот Все другое шло И она Да Вы очень умны И вот она Значит Вот эта литературовеческая Вечь Которая впоследствии Уже после смерти Ахмадулиной И вот такие Да Вот она умерла И на следующий бой Появилось у меня Вот это вот Желание писать о ней И вот тогда Я раскопала Этот ее род Занятий Который начинается С 10 января Она пишет До 15 января Идет весь этот ход Род занятий Кто Что случилось С 10 января Февраля Да Пушкин Дуэль Ну смерть уже Смерть Да Смерть Что с 15 Какой у нас Религиозный праздник Сретение А Сретение Да И суд до меня Доходит Что она Я думаю Про Грибоедова Который 11 9 февраля Про Достоевского В общем Февраль ужасный месяц Она ведет Пушкина Смерть К Сретению То есть Пушкин Я начинаю Это раскатываю Я говорю О литературе Веческой Так может быть Я и прочту что-то Потому что литература Ведения явно Откладывает свой Отпечаток На то что Конечно Поэтому я бы хотела Вам знаете Если никто не возражает Прочитать вот такую Странную поэмку Которая Называется Он прискакал Она была в знамени Опубликована А потом Появилась В моей книжечке Я ее потом покажу Вот такая вот вещь Родилась Дорогие мои Ну мы же не возражаем Правда Мы только за Конечно 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 Да Если кто возражает Я все равно начала Называется Он прискакал Литературные мечтания Вот так всегда Славишь Благословляешь А потом оказывается Он Что-то Не докрутил Оставил мелкие Недоделки В организме Поправить их Не удастся Никому Все в тебе Развинчивается И льется На голову Твоих несчастных Домочадцев Живущих Как правило Этажом ниже В своей счастливой Житейской Суете А тебе уже Велено Смотреть Поверх Пока мешок С мирской Пылью Не станет Пустым И твой Дирижабль Не отправится В том Безвоздушное Плавание А ты Надеялся Читал Онегина Думал Все это Тебя Не коснется Думал Прописался На этих Страницах На веки Вечные Как лондонский Дэнди Понял Теперь Что ты Тот дядя Герой Романа Который Не в стихах А в самое Что ни на есть Занудной Прозе Вот и хорошо Лежи И созерцай Свой потолок В прямом И переносном Пока Онегин Мчится На почтовых Вот тебе Немного Литературоведения Жизнь Начинается В авантюрном Жанре Затем К середине Уже В готическом К концу В ненавистном Тебе реализме Когда посмотришь Правде В глаза Но поздно Тебя уже Выдвигают На премию Большой Книги Жизни После жизни Такие Виды Видавшие Дяди Не самых Но все-таки Честных Правил Из мира Где каждый Не в шутку Занимок Надежда Всегда Умирают Последние А вера Никогда Она появляется После того Как уходит Надежда И это Почти что Уже Приговор Нет ничего Страшнее Зрелище Когда книга Умирает У тебя На глазах С каждой С каждой Страницей Все Тише Дыхание Агония Слов Перестаешь Листать Где-то Уже Запускают Дефибриллятор Самой Могущественной Марки Пиар Работает Аппарат Искусственного Дыхания Очень Серьезный Крутой Аппарат Он Раскручивает И раздувает Жалкие Склеенные Страницы Сидишь И думаешь Боже Мой Мир Катится К концу Толстых Журналов Каю К толстякам Радуйся Слов Прыгай На канате Над бедным Дядей Слагай Стишки Под купол В небес Кому Достанется Дядя На наследство Мчится На постовых Заграничный Евгений Московский Гороль Пародия На все Что Так успешно Читается По сей день Запад Полон Заманчивых Приключений Не то что Скучная Русская Деревенька Где вместо Искусства Любви Назона Востребованного Заметен Во все Времена Письмо Какой-то Непросвещенной Татьяны Непопулярной И непереводимой С какой-то Невнятной Деревенской Историей То ли дело Госпожа Бавари А Недин Даже слегка Обижен Нет Не такого Он ждал От жизни Ему Оба в то Что на полке Книжной А в этом романе Он явно Лишний Все что не делается Делается С умыслом Сколько бы роман Не разнимали На части Не разглядывали Детали В микроскоп Все что Голотыщу Автором Детектива И только Чехов Остался бы Неудел В царстве Гламура Сплетаются Амуры Скачет Галопом Вдоль русской Литературы Онегин Выискивая Свой сюжет Сюжет Не дается Сюжета Нет Есть скрипки Полозьев Зимняя Партитура Для солнца Над росыпью Снега И свет Чем забавлять Умирающего Дядю Разве что Россказними Бессмертной Души Но если Вдумается То кому Она нужна Там Где он Бессмертнее Всех Бессмертным Кто там В белом венчике Изрос Голем Авангард С кривыми Формами Он размазывает Краски По полотнам Блянкой По клавишам Блеет стежки И падает В обморок Гувернантка Гармония Утопия Отворца Бессмертной Души Дядя Уже Почивает На столе Вместе Со стопками Толстых Журналов Их Усадьбы Давно Разорились Самую Главную Купил Лопахин И рубит Для дачников Ее сад Дачник Приходит Мессией В литературу Вот и сбылись Прогнозы Лопахина Сад Наконец-то Востребован Массами Приносит Доходы Собирает Подписчиков Петька Трофимов Выкрикивает Лозунги Треплив Ратуюсь За новые Формы А сестры По-прежнему Мечтают О Москве Москва Конечно Уже другая Но Сестры Мечтают Они Не знают И Соня Дядю Ваню Утешает Рассказывает Ему О небе В алмазах Их Сметает По-милому Маргарита Прячет Стуль Тещи Воробьяниного Вот и все Онегин Прискакал Ну Теперь Я точно Понимаю Почему О вас Пишут Рецензенты Что Ваша Поэзия Пронизана Ассоциациями Реминесценцем И всей Историей Русской Литературы Вот он Литература Вет В стихах Прекрасно Большое Спасибо У нас Пришло Еще одно Сообщение Воспоминание Надежда Бесфамильная Одна Из Организаторов Шапировских Вечеров Пишет Что Именно В то Время О котором Сейчас Вера Говорит После смерти Белла Акмадулина Вера Будучи в Москве Привела к нам На Шапировский Вечер В Доме Архитектора Очень люблю Эти вечера Привела К нам Бориса Миссерера Сколько Воспоминаний Прозвучало Как помнится Все это И сегодня Верочка Спасибо Ну я могу Представить себе Что это была За встречи Конечно Замечательно Спасибо Спасибо Вера Скажите пожалуйста Как вы Относитесь К пародиям На себя Отлично Великолепно У нас ведь с вами Здесь замечательный Зритель и слушатель Присутствует Евгений Минин И еще до того Как мы начали Он успел прислать Никакую пародию На вас Если вы позволите Я ее прочту Ну Минина Я умоляла Напишите Обо мне пародию Наконец-то Но почему-то Я не знаю Написал он или нет Вот смотрите Я вам сейчас прочитаю Переворотное Это переворот Пишу под кроватью Стол и тетрадь Арестованы Ручка в подполье После полунощи Предпочитаю Скрываться Только чернила Пока что Бушуют на воле Вера Зубарева Это конец Стол и тетрадь Расстреляли Ручку взяли Живьем На проваленные явки Ощущаю погоню Но ухожу По спирали Кровать Скончалась От пыток Сплю на какой-то Лавке Рифма загнана в угол Но на поэтов Охота Через неделю-другую Забудем Об алфавите Вчера погиб черновик Предал несчастного кто-то Я ухожу в подполье Так что стихов Не ждите Это класс Это класс Это класс Но как-то уж Очень печально Это не пародия Это не пародия Это сотворчество Это литературный диалог Это как раз Литературный диалог Абсолютно Абсолютно Здорово Отлично Спасибо Да Я тоже хочу сказать Что конечно Заслужить пародию Евгения Минина Это вот как бы Дорогого стоит Конечно Здорово Ну и действительно В такой диалог вступили Скажите пожалуйста Вера Вот когда спрашивают О творческих планах Что в таких случаях Это вообще Могут быть творческие планы Можно запланировать творчество Нет Нельзя Но можно примерно Представить себе Чего ты хочешь Вот я решила Что когда уже были написаны Какие-то статьи По Пушкину И уже опубликованы Я решила Да Вот теперь дело уже за тем Чтобы все это сделать Из этого книгу Например Вот такой может быть план Но только когда У тебя что-то выходит Уже получается Ты уже что-то видишь Из этого можно сделать план А пока У меня так не бывает Лично у меня нет Может быть у кого-то У меня нет Романы Которые Вы пишете На бумаге Они рождаются Так же Как в жизни Случайно Какая-то случайная искра То есть Никакого плана Да То есть Это тоже Такой полёт вдохновения И чувства Как вы слышали Вот его музыку Мы слышали во втором клипе Прекрасно Во втором клипе Да-да-да И вот он Нам нужен был Топёр Который бы там Что-то там играл Пока Альша С нами Репетировал Очередную сцену И я была Там самая младшая И я стояла Надо было Почему-то на коленях Стоять на сцене И я кричала Мне так больно И мой муж взял А он сидел На нескольких Будущий муж Он сидел На нескольких Подушечках И вот он Одну подушечку Он взял И подложил Мне под колени И вот с тех пор Этот роман продолжается Это красиво Это очень красиво А бумаги А романы на бумаге Как рождаются Всё-таки Из жизни Из жизни Мой роман Лоцман На трубе Вот который Я всё-таки жду Что он как-нибудь Выйдет Из жизни Это По папиной жизни Его биография Совершенно необычная Абсолютно Вот он Во время Войны Он пошёл на войну Когда ему не исполнилось Ещё 18 лет Ему 18 Должно было Исполниться 14 ноября 13 ноября В корабль Где он курсант Попадает бомба Спасается Только остаётся В живых Он И второй Папа раненый был И до конца жизни У него в руке Вот засели Эти осколки Которые нельзя было Вытянуть Потому что Иначе Поранилось Всё Вот так вот Они и вжились Он и другой человек Который помог ему Они вместе В порту работали И мама рассказывала Об этом 14 ему исполняется 18 лет То есть 13-го Это была дата Его второго рождения Мы будем считать Так И вот отсюда У меня идёт Роман Папа У него много было Необычного В жизни Тоже такого Связанного С вещами Которые Очень-очень Необычные Вот он был Капитаном дальнего плавания Впоследствии Потом старшим Лоцманом Ильичёвского порта Одесского порта Человеком Очень известным Любимым Вот Многими Теплейшим Красивым И вот Отсюда И у меня И родилась Роман О его жизни И конечно Мама там И все Вот так Сейчас у меня должна выйти Книга Флабериус Если вы знаете Вот Да Да Ольги Аминовой У меня выходит Тоже По Это называется Повесть в рассказах По одесской Моей школе По одесским отношениям Этим детским Которые были все в школе Вот сейчас у меня Готовится эта книга Тоже из жизни Вот Хотя у меня там Не все полностью Там конечно Обязательно должна Присутствовать Какая-то фантазия Придумка И заранее прошу друзей Не обижаться Если я что-то не так Потому что я писала Них И я писала Свои образы Ну вот Отсюда и рождается Так тепло Рассказываете о папе Вы конечно такая Капитанская дочка Папина дочка Мне это очень понятно Потому что Мой папа тоже Кавторанг Капитан второго ранга Был И я тоже Собственно была Папина дочка Вы меня понимаете Да Да Я очень хорошо понимаю Действительно У меня Папина Собственно Папина Если вы хотите Да Если можно То я бы очень хотела Куда ты теперь Ведешь свой корабль Август уже за бортом И эмаль Горизонта потрескалась В каракулях море Чайки плачут Моим голосом И дельфины Качаются на хвостах Выгнув спины Тычутся в звезды Мокрыми носами Парусник неба Со спущенными парусами Темная набережная С растрепанными волосами Бьет в корму Пустоголовый ветер Несет альбатрос В клюве почту Вскроешь ее И прочтешь О том Что Этот месяц Самый грустный На свете На случай Если ты не заметил Близится годовщина Твоей смерти К морским глубинам Тянется душа Там все знакомо Кривизна пространства И копошение Эфо вечных странствий И тьма Откуда жизнь произошла К морским глубинам Тянется душа Туда же осень Тянется за летом Туда уходит день За новым светом И мысль За отрицанием рубежа К морским глубинам Тянется душа Чтоб в голос крови Вслушаться в затяжку Следить, как жизни Бродят на распашку По кромке Неизвестного числа И ощущать Привязанность нутра К рассеянному тлению Заветов И расщеплению Памятных моментов На бесконечность Краткого Вчера Вот такие вот стихи Но могу сказать Только что Мой папа Он записал Знаете, когда я начала Рифмовать? Вот я бы сама не знала А он записал Была такая книжечка Наш ребенок Он записал Убежал Лисонок лес На дерево залез На дерево залез Потом я увидела Ту фотографию Когда в морской Спорт-клуб Меня он привел Я сидела у него На руках Там был домик Я думаю Откуда этот лисенок? Я же с жизни Пишу Даже с детства Сидит лисенок На крыше Вот его такая Мордочка Вот откуда лисенок Вот А на моей тетради Когда мне Всполнилось 8 лет Он видит Что девочка Уже там сидит Стихи пишет То печатными буквами То плохими письменными И он мне Значит подарил Тетрадь И написал Бесцельно времени Не трать Нет в мире Более дорогого Я подарил тебе Тетрадь Не для занятия Пустого Пусть море Черное шумит Пусть старый дуб Листвой колышет Узнай О чем он говорит Услышь Чего никто Не слышит Какое напутствие Прекрасно Вот это здорово Очень здорово Вы сохранили Эту тетрадь? Конечно Конечно Молодец Здорово Замечательно Тина Кошкина пишет Люблю такую мистику Это не мистика Это какое-то Это чудо Я бы чудом Это назвала Жизнь с ней Как поэзия Как поэзия Эдгара Пор Ну нет Не как поэзия Эдгара Пор Здесь просто скажем Как поэзия Все-таки Спасибо, Вера Ваши стихи Очень нравятся Да, действительно Замечательные Совершенно стихи Мы хотели еще сегодня Очень о многом поговорить Мы хотели поговорить Например, о слове О полку Игореве Говорим, говорим, говорим О слове О словах Я хотела спросить Почему И зачем При том, что уже есть Столько переводов Разнообразных Что вроде бы уже столько Есть других тем И других произведений Почему Вы переводите Слово О полку Игореве Ну вот откликнулось Так Вот знаете Вот откликнулось Но не могу сказать Почему я пишу Свои стихи Это одно и то же Когда ты вдруг чувствуешь Что ты сливаешься С каким-то текстом И ты чувствуешь себя Внутри вдруг Этого текста И потом вдруг Как бы Что-то тебя там тревожит Что-то вот Из всего, что ты знаешь Прочитал Что-то, чего-то там Не хватает И вот ты начинаешь Идти в этот текст И потом начинает Вообще А с другой стороны Вот это вот как бы Две части тебя Одна ты хочешь понять А другая тебя просто Пфф Полкает Какой-то ветер И вдруг ты начинаешь Писать И у тебя это идёт Само И то есть Пишется так же Как будто бы Пишутся вот Твои стихи собственные Это значит Ты совпал Это значит Ты находишься В этом ключе И тут ты начинаешь Понимать Что тебя не устраивало Меня не устраивало Во-первых Меня не устраивало Что говорили о Баяне О, Баян Это такой прекрасный Все его И Пушкин Да нет Он придворный Певец Этот Баян Я его чувствую Он придворный Я чувствую иронию Когда о нём Начинает всё это писаться И Баян Он бы так сказал И сяк сказал А кто же тогда Повествователь А может Повествователь Это другой поэт Который противостоит Этому Баяну Который всё хвалит И восхваляет того И восхваляет всего В конце он тоже Восхваляет А повествователь Восхваляет Кого? Полк Игорев Он восхваляет Полк Игорев И восхваляет И восхваляет Веру И он же говорит За веру За православие Вот такие вот Этим же заканчивается Но это не Баян говорит И в общем отсюда И мне ещё дало Свободу Понимание того Что это произведение Прежде всего Это не просто Какой-то исторический Текст Это не исторический текст Не существовало Баяна Не существовало Никаких золотых слов Затмение было Совершенно Там через три По-моему дня Или сколько После того Как Игорь отправился В поход А тут всё С него начинается То есть явно Нам повествователь Даёт понять Что я знаю Столину Я не хочу Я хочу Чтобы вы к этому Отнеслись Как-то по-другому И многие персонажи Всё это И вот это Меня потолкнуло Это мне дало Творческую свободу Я услышала Вдруг Какие-то ритмы Какие-то вещи Которые я не слышала В других переводах Я не хотела Чтобы это было Что-то зарифмованное Или что-то ещё Какое-то Я хотела Эту внутреннюю музыку Внутреннюю И вот таким образом Родился Вот Родился этот замысел И я вообще На одном дыхании Это всё написала В отличие от многого Я могу На таким стихотворениям Сидеть Годами Да Иногда так бывает Да Да Вы знаете Что интересно Что у нас Сегодня с вами На встрече Присутствует Сразу два переводчика Слова о полку Игореве И их обеих Зовут Вера Понимаете Но мистика Это вот то Что вокруг вас Просто ходит И вас обнимает Второй переводчик Это Вера Хорват Которая переводила Слово о полку Игореве На сербский язык И вот она мне сейчас пишет О полке Это абсолютно согласно Я тоже так думаю Она тоже Совершенно Услышала И прочла То же самое Что прочли и вы И вы говорите о том Что вера 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 Это главное И вот две веры Которые переводили Слово по полку Игореве Сейчас здесь вместе Ну просто чудо-чудесное Замечательно Еще одна мистика У нас свершилась Прямо на ваших глазах Да Вот Пожалуйста Никто не подгадывал Так само все сложилось Замечательно Тем временем Мы практически исчерпали Тем временем Мы исчерпали время Тавтология Но так оно и есть Время уходит незаметно В интересной беседе Лидия Григорьева Пишет Что ее поразило Великое напутствие отца Оно и определило Весь яркий творческий путь поэта Спасибо, Вера Я тоже очень поражена И тронута Теми словами Которые вы процитировали Это просто прекрасно Я напоминаю вам Что сегодня у нас в гостях Была замечательная литература Вет, писатель, поэт Вера Зубарева Главный редактор Литературного журнала Гостиная Красивая Прекрасная Замечательная женщина Прекрасный собеседник Спасибо вам большое, Вера Что вы согласились С нами побеседовать Это было прекрасно Да, согласна За всеми, кто пишет Об этом сейчас Спасибо, спасибо Спасибо, замечательно Интересно, прекрасно Да, я со всеми Очень согласна Спасибо Спасибо Я хочу вас Поблагодарить За это приглашение Я очень рада По нашему диалогу Это было замечательно Тепло Большое спасибо Что вы уделили мне Внимание, время Спасибо всем Кто пришел Спасибо всем Кто участвовал Что-то подумал Что-то написал Я обязательно Это прочту Я тут не вижу ничего Здесь у меня Не выпадают никакие Ничего никто Не вижу Что кто написал Но обязательно Откликнусь Если есть какие-то вопросы Ко мне То есть спасибо огромное Всем благодарна Продолжение следует Продолжение следует